Я нахожусь на пляже Вло, который уничтожил шторм века. Прошло два месяца. Здесь сделали только ограждения, которые сейчас загораживают эти места, чтобы сюда не проходили люди. Последствия здесь просто катастрофические для пляжа Вло. По крайней мере в этих местах. Туда дальше в Эллинге можно будет ходить купаться. Но здесь море подходит под самые бетонные плиты. И сама набережная просто уничтожена и разрушена. А туда дальше вообще снесло целый дом. Говорят, что пострадавших нет. Это очень хорошо. Сегодня вас приглашаю посмотреть на все это своими глазами в формате высокой четкости 4К. И ужаснуться от того, насколько природа беспощадна ко всем проявлениям человеческого конструктивизма. Если вы хотите что-то строить, то стройте подальше от моря. Не надо городить свои строения прямо на берегу. Потому что приходит шторм века и сносит все на корню. То, что вы строили, вкладывали деньги и хотели улучшать. Поэтому надо всегда думать головой. В СССР люди не ошибались. И вот этого всего здесь не было. Приветствую вас в поселочке Ло. Он относится к Большому Сочи. И здесь я хочу сегодня с вами посмотреть, как разрушена набережная. После двух месяцев момента прихода мощного шторма века, который брушился сюда. Рушил здесь все эллинги, которые находятся на берегу моря и саму набережную. Вообще сам поселок Волл с моментом его первого здесь празднования лет 8-9 назад, когда, обращайте внимание, стал на коробкинскую структуру, изменился очень сильно. Там везде появилась тротуарная плитка. Сделали пешеходный переход над дорогой, под дорогой. И это выглядит теперь, ну, очень круто. Раньше был выход на пляж прямо вот отсюда. Можно было совершить сейчас здесь перекрыто все. Давайте заглянем за этот забор. Вдруг пройти у нас не получится. И посмотрим, что там за картинка. Как это все выглядит в данный момент времени. Не особо видно на камере. Надеюсь, что вы разглядите. Я вот двигаюсь дальше и не могу понять, а где тут теперь выход на набережную. Раньше здесь был проход. То есть вход на центральный пляж через вокзал полностью перекрыт. Интересно, где теперь вообще можно пройти здесь на пляж? Волло в этом году будет. Проходим с той стороны еще же ТВ вокзал. Но здесь появляется первый выход на пляж, который за это время вообще возможен. Давайте посмотрим, как тут все работает и выглядит. И девушка есть с пьем. Остальное подзакрыто. Ох ты ее! Реконструкция пляжа называется. Сейчас идет. Вы посмотрите, как уничтожила здесь набережную. Жуть просто. Как будто мамай прошел. Конструкция должна была быть проведена в 2023 году. Уже 2024. Да, картинка, конечно же, прям жуткая. Я видел, когда разносила пляж в прошлые разы. И когда я показал впервые вообще пляж, что здесь бетонный стоит ограждение. А дальше негде даже полежать. Люди, которые меня смотрели, тогда любили. Вот, начали писать много лет назад. Вот, а не может быть такого. Потом, когда приехали, сами пошалели. Просто буря эмоций от того, что я здесь вижу. Там разрушенные домики. Как раз таки мы сейчас туда пройдем и посмотрим, как это все выглядит. Тот самый Эллинг, который валился во время шторма. Эллинг был большущий. Видите, его половина скосила. Сюда с берега прям хорошо это видно. Действие. То есть, получается, как раз таки сейчас доступ к набережной и перекрыт. Там, где эти колоссальные глобальные разрушения произошли. Люди, не шутите со стихией. Это, конечно, хорошо, что вы бетон научились заливать. Но вы видите, как щепки все ломают, переворачивают. И, на самом деле, эти виды прям ужасают. Хорошо, что нет сообщений о пострадавших. Я надеюсь, что всех успели эвакуировать, когда это все происходило. Самое главное сделать селфи и не упасть. Огорь, ооо, это прям вообще красавчик. Слушайте, и пошел. Не повторяйте, как говорится, так. То, что здесь произошло, как шторм разнес эти все места поближе. Стоять бетонные ограждения было. Как спички переворачивало, разбивало, ломало. Про плитку я уже вообще молчу. Но самое главное, вот сейчас иду, чтобы здесь не попасть под вот это обрушение. Они, видите, как стоят. И волной, чтобы не накрыло. Это, конечно, экстремально, но посмотреть хочется. Представляете, да? Какой силой были волны, что они приходили, перехлестывались, носили бетонные ограждения. И уничтожали здесь все, что только можно. Вот поэтому я говорю, что стихию надо уважать. И относиться к ней именно с уважением. С очень сильным и большим. Или вот эти растяжки сделаны специально, что ли, смотрят за тем положением, как сейчас вот эти клины стоят. В общем, мне это непонятно. Но работа предстоит здесь просто колоссально. Ух ты! Главное не попасть под эти волны. Потому что, если попадешь, будет жуть. Поворачиваем камеру в обратную сторону. И мы видим все то зло, которое стихия натворила для построек человеческих. Ну, как говорится, человек знал, что здесь происходит. Тем более, не первый раз разрушения тут были. Конечно, таких катастрофических еще не происходило. Все к этому шло. Море потихонечку забирает свои берега обратно. Хотя, раньше мне еще рассказывали, что здесь даже еще пляж был кусок. И люди спокойно отдыхали и лежали. Ух! Прям возле меня волна пролетела. Вот тут мы подходили, смотрели с той стороны сначала. Было непонятно, да, как это выглядело. Здесь волны до сюда дошли. И выломали полностью защиту, которая здесь стояла. Закрывала от людей, от волн. Она не спасла. Ух! Какие удары. Как из пушки выстрела. И здесь, посмотрите, ребята, тоже разрешение. Тут такая же была выстроена стена. Ее размотало. И просто. Жесть, жуть, как она есть. Все коммуникации видны. Вот, например, я себе представить не мог, что такое тут произойти может. Уничтожение на все 200%. Давайте попробуем пройти еще дальше. Надеюсь, что получится. И ничего не свалится на меня. Я, по крайней мере, об этом очень мечтаю. Вот! Там находится начало набережной, но туда пройти еще сложнее. Здесь все разрушило и убрало берег вот такой вот высоты. Даже выше моей головы. Чего здесь только нету под ногами. И вот эти постройки тоже, эти, как щепки, ломало и разносило. Интересно, каким выводом вообще пришли после того, как здесь это все произошло. И самое главное не упасть и не уехать за всем этим берегом вниз. Здесь тоже была дальше набережная возле Эллингов. Но сила стихии и ее разрушала. Как могло. Поворот камеры назад. Просто зрелище ужасное. Катастрофа случилась здесь, друзья. Трудно себе представить, что, да, даже вот такие плитки, то есть они очень тяжелые, увесистые. А их переворачивало, разбрасывало. То есть какой мощности здесь были потоки воды, разносившие все на своем пути. Как это все происходит. Так, по-моему, надо бежать. То следующая волна и меня накроет. Просто сверху гораздо все интереснее смотреть. Главное не подскользнуться и не уйти в море. Я думаю, те, кто приезжали сюда отдыхать, могут назвать все заведения, которые мы проходим с правой стороны. Которые тут были. Сейчас от них только вот такое вот плачевное зрелище. Непонятно, почему не наводят никакие порядки. Там вот бы плитку повыбирали, пособирали. Вот такие вот, смотрите, как этого мало. Волнами что выкручивало такой бетон. Если бы не арматура, наверное, все разрушило. Страшновато, честно. Ну, а здесь почему-то все выдержало. Представляете? Тут даже меньше разрушений. Дальше находятся дома, которые уже тоже много лет. Рыбацкое поселение изначально уже было. Никто не думал, что здесь когда-то будет какой-либо курорт. Ну, и дача ограждения с той стороны, чтобы сюда люди не заходили. Ну, а вот так вот, собственно, раньше выглядели пляжи. То есть вот была территория, на которую люди спускались по этой лестнице. Мы спокойно отдыхали и загорали. А сейчас пришла стихия и разрушила это все. Давайте пройдем на ту сторону и посмотрим, как там выглядит как раз то место, где был разрушен эллинг. Прям интересно, этот эллинг даже стоит ближе. Там тоже укрепление. Но здесь мы не видим, чтобы такие же были разрушения, как с этой стороны. Наверное, сюда как-то сильнее приходила волна, чем в ту сторону. Ближе подходишь, конечно, к морю, к этому бурлящему. Чего она? Вот ее камушки тут были. Подумают, что тут человеки хотели набережные себе обустраивать и догулять. Красная. Сила вот стихия. Кота нашел. Он тут охотится на голубей и ушки. Вообще, похоже на мой кошечек по цветам. С самого пирса пройдем в левую сторону. Посмотрим, как здесь все выглядит. Потому что именно тут происходили самые тотальные разрушения. Разрушение. Там набережная пострадала, а здесь штормом разрушил. Прямо, так сказать, в прямом эфире непосредственно вот этот вот эллинг. Там сейчас работают тракторы. Я понимаю, что идет дальнейшая его утилизация, уничтожение. Вот что было. Я эти места помню, как они выглядели. Сюда приходил шторм неоднократно. Потом поставили вот эти ограждения. Отсыпали, засыпали. И что произошло? Собственно, все то же самое. Опять пришел шторм и разрушил эти участки. В правой стороне можно спуститься вниз. Вот таких вот пенопластов, я смотрю, много повыкла. Это, возможно, какие-то были фермы по выращиванию кого-либо. Когда тут шторм века, медийный ферм много уничтожил. Все помнят, как лосось где-то убежало в море, а потом тут ловили во всю, во всех реках. Ох, я. Коты такие сидят, смотрят по сторонам. Разрушения, конечно, социальные. Представьте, вот с булыжника строили, заливали тут заборчик, и он устоял. Да, приведем во двор, пришло море. Посмотрите, как здесь все выглядит. Просто жуткая картина. Просто тотальное уничтожение. Вот эти строения тоже напополам поразрушало. Я не могу вообще представить, насколько же стихия здесь была такая. Мощная, что вот так вот все. Жесть. Самое страшное, это, конечно, как вот этот эллинг падал. То есть он половину своих размеров потерял. Здесь вообще рыбацкие были помещения. Спуски на воду. В этих лодах. То есть, ну, по работе, видите, тут ведутся. То есть пытаются ликвидировать то, что произошло. Интересно, будут ли пытаться заново его возвести. Я думаю, денег там приносил очень много. Сколько там много номеров. Как будет, конечно, покажет время. Поднялся наверх. Вот такой вот мини-домик есть. Вот по этой дороге мы изначально шли. Вот видите, выезд от моря. Можно было лодки свои подвозить. И вот здесь, пожалуйста, МЧС также находится. Транспорт. Я думаю, что МЧС тут находился именно пункт. Вот этот эллинг стоит прям впритык к ЖД. И он не пострадал. А вот этот, раз таки, многие видели, как разрушался. Видео. Вот такая вот, конечно, жуткая картинка. Святое место пусто не бывает. Вот он, пожалуйста, уже вяжет конструкции. И здесь будут усиливать набережную. И заново возводить строение. Потому что, как я вам и сказал, это слишком очень много приносит денег. И все равно, что ничего от них не осталось. Ну, учтут ошибки. И будут надеяться, что в дальнейшем, как говорится, не повторится эта история с таким вот тотальным уничтожением и разрушением этой набережной. То есть не выдуманная история. Вот он, завезена арматура. Все будет укрепляться. Не знаю, конечно, тут заново появится. Или нет. Я думаю, что да. Вот Элинга Гранд. Как раз таки целого. Есть выход здесь на набережную. Дальше туда все огорожено забором. Не пройти. Здесь можно увидеть, как выглядит сейчас пляжная территория. Тут, я смотрю, тоже разбомбило заборчик ограждения. Ну, и здесь тоже местами под разрушива. В эту сторону набережная. И сюда давайте поднимемся и глянем. По кондиционерам окна можно посчитать, конечно, количество номеров и насколько выгодны эти места. Стоимость, я думаю, тут от пяти и выше в сутки за номер. Хотя от пяти и выше это лет пять назад было. Сейчас думаю, гораздо дороже. Вот оно море, вот он ваш отдых. Короче, не придумываешь. Конечно, будем надеяться, это не канализация, а сточные воды. И меняется в виду дождевые. Вот тоже, видите, и парапет разрушила, и здесь чуть подъезъела набережную ихнюю. Тут надо показывать, именно как пляж сейчас выглядит. Вот так вот выглядели секции бетонные, которых тут не хватает. Вот отсюда можно наблюдать. То есть уже устанавливают опалубку, заливают бетоны. И постепенно пытаются сначала спасти то, что осталось, живое. Потом будут уже думать, наверное, что бы здесь сделать. Раньше, по-моему, меньше было эллингов, собственно. Берег был дальше. Хотя, может, я что-то путаю, ошибаюсь. Давно я здесь не был на этом пляже. Надо поднять. У меня старое видео с квадрокоптером, с пролетом над этими эллингами. Посмотреть, как это было ранее. Сейчас картина, конечно же, ужасная. Это отель La Familii называется. Здесь тоже под слом пошло. Но не так сильно пострадало. А что, отдых, да? Прям на берегу. Древи зелененькие. То есть на чем еще мечтают? Идеально, да? Здесь чуть-чуть пляжа больше все-таки. Ну, как бы и смысл. Вот у дачки-то пройти вам, показать. То, что тут береговая линия хотя бы присутствует. Места улица Азовская, 4. Азов-стрит. Прикол, да? Даже вот так вот машины катаются. Тоже разрушила парапеты, которые были установлены в некоторых дома. Вот эти эллинги пришла. Тоже волна. Сейчас тут будет все, что это восстанавливают. Чтобы работало, чтобы потом принесло денег. Раньше это были просто домики лодочные. То есть люди здесь парковали свои лодки, а сейчас трехэтажные эллинги. Я в Крыму вспоминаю, как там мужик нам назвал сцену там за трех или четырехэтажный эллинг на берегу моря. Миллион долларов. Поселок Перед Ялты. Я вспомню точное название. Прям на берегу. Я такой встаю, говорю, ну да. Вон поселок, как ему позвонили, вышел аж на балкон покурил. С надеждой, а вдруг сейчас купят. Ну и также есть, видите, здесь речушки стекающие между этими эллингами в море. Вот так вот, как говорится, что существует здесь. Так что, что это не упало. Эту конструкцию, которая с той стороны была, ее перекосило. Надо будет ремонтировать. Вот местами тоже вырвало парапеты и полностью все доски с настилами поразрывало. Ну, в принципе, дальше и здесь ситуация одинаковая. В основном пострадали именно ограждения. И то потихонечку везде наводят порядки. Так как здесь хотя бы существует пляжная территория. Но везде надо будет ремонтировать лестницы, спуски. Вот, кстати, еще одна речушка. Собственно, вот они, знаменитые эллинги Лоу и разрушения, которые здесь произошли. С вами был Юрий Азаровский. Всем вам привет, Черноморские. Подписывайтесь, ставьте лайки. Жду вас в Телеграме. Ну, а также не прощаемся, ребятки. До встречи в следующем видео, ведь мы находимся в интернете. А добавить в конце хочется, чтобы все-таки люди думали о том, где строят, что строят. И берегли природу, мать вашу. Иначе может привести все так, дорогие. Не дай бог, конечно. Знаете, что заметил у этого эллинга, как его починили. Видите, по стенам, походу, были какие-то трещины. Ну, вот их подмазали. Ну, что, все нормально, работает дальше. Тут тоже, видите, были раньше трещинки. Их также подмазывали. Ну, вот. А там что-то не получилось.